МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретятся с жителями Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Команда поезда будет принимать обращения от граждан, раздавать партийную прессу, подарки и сувениры с символикой ЛДПР. А гидпоезд вернется в Москву 11 июня. Ярославский вокзал. Отсюда на север? Да, на север. Последний вагон. Я же там пришу, ярославский вокзал. Поезд готовится. Напаяли с пассажиром. Да, получается, можно сделать. Кто-то занимается, кто на сахар. Это яхт. Попок. Вы держитесь, вы держите поезд, вы держите, вы держите поезд. Я вот так вот, конечно, готовлю. Евгений Григорьевич, никакого алкоголя. Ни одной сигареты. Только работать. Работайте, работайте. Кто с ума сойдет, вызывайте скорую. Оставляйте. И телеграфируйте. Телеграфируйте. Сколько человек сняли с поезда после чрезмерных нагрузок. Все по вагонам. Пусть вы все взяли три багажа. Всех, всех, всех по вагонам. Пусть все, пусть все, пусть все сядут и все нормально. Все по вагонам. Сейчас он пойдет. Все спокойно, чтобы было все в порядке. Как всегда. Никакого алкоголя, никакого табака. С людьми ласково. Они приехали, потому что их радость. Ласково. Да ведь, в гость отправляется. Во всем соглашайтесь. Они правы во всем. И всем поможем. Обязательно. Вот если прям нуждается, это письмо напишите. Нуждается в материальной помощи. Давай. До свидания. До свидания. До свидания. Если останутся еще люди, и деньги, и питание, поезд поворачивайте дальше. Идите дальше. До ухода. Безвизовый въезд в Россию открылся для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018. На основании паспорта болельщика иностранные граждане могут воспользоваться правом многократного безвизового въезда на территорию России до 25 июля. Въезд возможен как на основании заламинированного бланка, так и электронной распечатанной формы паспорта болельщика. Для этого достаточно предъявить так называемые фан-айди на паспортном контроле. Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска. Заявки на получение такого паспорта болельщика подали более 900 тысяч болельщиков. Около 40% приходится на долю россиян. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сегодня в рамках пресс-подхода в Государственной Думе депутат от фракции ЛДПР Сергей Натаров прокомментировал новые законопроекты, которые рассматриваются сегодня на пленарном заседании. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На сегодняшнем пленарном заседании будут рассмотрены два законопроекта, касающиеся жилищной политики. Практически на каждом пленарном заседании рассматриваются очень важные вопросы в этой сфере. Буквально на предыдущем пленарном заседании мы рассмотрели один из основных таких серьезных вопросов, касающихся микродолей. И видим, что и в социальных сетях, и в средствах массовой информации очень серьезный вопрос обсуждается. Наша позиция фракции в этом плане очень понятная. Мы считаем, что микродоли необходимо запретить, чтобы не давать повод разным мошенникам отбирать квартиры у людей, которые, возможно, попали в тяжелые трудные ситуации. На сегодняшнем пленарном заседании будет рассмотрено в первом чтении два законопроекта, которые касаются жилищной политики. Первый законопроект, который будет касаться лифтового хозяйства и безопасности в лифтовом хозяйстве. Хочу напомнить, что у нас в России порядка полумиллиона лифтов. Больше половины лифтового хозяйства нуждается в замене, в полной или частичной. На сегодняшний день, в 2013 году, лифтовое хозяйство было исключено из опасных объектов. Мы считаем, что это было сделано не очень правильно. Таковое оно на сегодняшний день является, мы считаем. И примерно тому, буквально в 2016-2017 годах, огромное количество аварий в лифтовом хозяйстве, гибнут люди. И поэтому вносится в законопроект об административных правонарушениях статья, которая ужесточает ситуацию с теми компаниями, юридическими лицами, которые обслуживают лифтовое хозяйство или которые имеют его собственности и отвечают за его безопасность. Считаем, что порядка 70 аварий, 80 в год, поэтому эта тема очень актуальна и необходимо увеличивать ответственность за лифтовое хозяйство, за безопасность в лифтовом хозяйстве. Второй законопроект, который сегодня будет также рассмотрен в первом чтении, это о управляющих компаниях, которые необходимо уведомлять надзорные органы о начале их работы. Считаем, что эта норма более техническая и напомню, что в 2015 году мы приняли закон о том, что сегодня вся деятельность управляющих компаний лицензируется. Поэтому считаем, что эта норма избыточная и ее нужно необходимо убрать. Авиакомпаниям разрешили вносить пассажира в черные списки и отказывать повторной перевозке. Как гласят новые поправки Воздушный кодекс, договор о воздушной перевозке может быть расторгнут авиакомпании в одностороннем порядке. При этом перевозчик должен письменно уведомить пассажира о включении в черный список. Автоматически пассажир вносится в него на год. Но это решение может быть оспорено в суде. Также в Воздушном кодексе описывается ряд ситуаций, когда авиакомпания не может отказать пассажиру в перевозке. Например, когда на маршруте нет альтернативной авиакомпании, или когда перелет – единственный способ добраться до пункта назначения в России. Также нельзя отказать пассажиру, который отправляется на лечение, или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или по личным обстоятельствам. Напомню, ранее фракция ЛДПР выступала за ужесточение мер против авиадебоширов. На пресс-подходе в Государственной Думе депутат от ЛДПР Андрей Свинцов прокомментировал поправки в закон о связи. Уважаемые коллеги, сегодня будут рассматриваться поправки к закону о связи, которые будут вводить необходимую норму в виде 5% для всего контента, для всех телеканалов. Требования касаются нашей категории слабослышащих граждан, то есть будет необходимость для всех телеканалов субтитры на любой контент размещать, ещё раз подчеркну, в пределах 5% от общего контента. На комитете мы это внимательно рассмотрели. Я уверен, что все телеканалы эту норму выполнят, потому что особо это финансово никак не ударит по коммерческим, так сказать, интересам телеканалов. Но для наших слабослышащих граждан это будет очень важным и нужным механизмом для вовлечения их в наше информационное пространство и так далее. Но в ЛДПР мы считаем, что это, во-первых, правильно, мы это, конечно же, поддержим, но этого недостаточно. Мы вообще в целом должны внимательно подумать над тем контентом, который сегодня есть в СМИ и сегодня есть в интернете. Вчера опять одна молодая девушка со своим ребёнком выбросилась с 23 этажа своего дома, и, к сожалению, опять некоторые СМИ эту тему начинали муссировать, показывать и фото, и видео с места событий. И, конечно, это не может нас не беспокоить. Мы считаем, что такой контент должен быть практически запрещён, потому что мы знаем, что в стране огромное количество проблем, и люди находятся очень часто в сложном и материальном, и психологическом состоянии. И вот такой вариант выхода из этого состояния, как взять ребёнка на руки и выброситься из окна, он иногда вот такими СМИ фактически даётся как единственно возможный инструмент выхода из этих проблем. Мы считаем, что обязательно все субъекты Российской Федерации должны сделать самые современные, самые технологические службы социальной поддержки, психологической поддержки. Мы видим, что и около Государственной Думы постоянно стоят наши граждане в одиночных пикетах, и иногда, так сказать, массовых пикетах. Это были ипотечные вкладчики, которые пострадали из-за, так сказать, увеличения курса рубля. То есть мы помним, целая такая длительная эпопея была, эти валютные ипотечники, их было десятки тысяч, и они не понимали, как им жить дальше, потому что стоимость их квартир стала по ипотечному кредиту в несколько раз больше, чем они себе могли это позволить, и государство им практически никак не помогло. Сейчас мы видим это огромное количество вкладчиков и банк Югра, и других банков, которые также потеряли все свои сбережения, кто-то квартиры, машины. То есть люди находятся, конечно, у нас сегодня в очень сложном состоянии. Мы видим и рост цен на бензин, и на все остальные продукты, и питание, и на все бытовые товары. То есть мы понимаем, что в стране ситуация, к сожалению, не улучшается. И вот этот психологический фон, который создаёт наша пресса, наши информационные ресурсы в интернете, они не должны такое угнетение для наших граждан иметь. А сейчас мы видим, к сожалению, всё-таки вот этот напор негативной информации, события в Сирии, события на Украине, события во многих точках нашей планеты, где много конфликтов, много жертв, много крови. И ещё мы, к сожалению, показываем вот такие случаи, и активно это всё муссируется, так сказать, смакуется некоторыми СМИ, когда женщина с ребёнком выбрасывается из окна. И это именно из-за того, что это не несчастный случай, а именно человек попал в сложную жизненную ситуацию, и вот таким образом решил из этой ситуации выйти. Это недопустимо. Ещё раз говорю, что государство обязано создать профессиональные службы психологической помощи, может быть, даже какие-то службы финансовой помощи, потому что, как правило, всё-таки вот такие женщины, они, как правило, одинокие, у них ребёнок, им тяжело его содержать, иногда они могли потерять работу, родственники их, скажем так, либо отсутствуют, либо тоже не могут помочь. И здесь, конечно, государство должно об этом подумать. Но ещё раз подчеркну, что помимо вот этой социальной помощи, это всё-таки огромная ответственность СМИ. Вот мы в ЛДПР-ТВ никогда такую информацию не показываем, никогда это не муссируем, никогда это, так сказать, на передний план наших новостных программ не ставим, потому что мы понимаем, что любое такое информационное событие, любое такое даже сюжет в новостях кому-то из наших граждан может также, так сказать, сделать очередным шагом, вот, к сожалению, к такому печальному событию. Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем СМИ, давайте вместе прекратим вот эту негативную повестку дня, давайте показывать наших замечательных рабочих, которые достигают успехов, учёных, нашу молодёжь, наших спортсменов. Особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу мы должны сделать на ближайшие полгода-год самую приятную, яркую, красивую, позитивную повестку во всех СМИ. Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир. Мосгордума на заседании приняла постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Таким образом, выборы мэра Москвы совпадут с единым днём голосования. Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей за ходом выборов мэра города. Не исключено, что на этих выборах будут применены новые технологии по обработке избирательных бюллетеней, которые были опробированы во время выборов президента России в 2018 году. В частности, это электронные урны, осуществляющие автоматический подсчёт голосов. Эту и другие актуальные темы обсудим с гостем студии, юристом Сергеем Яковлевым. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Вот недавно прошли праймерис. Хотелось бы получить комментарий. Ну, июнь месяц, да, июнь месяц он ознаменовался таким активностью, активностью некоторых наших серьёзных политических игроков. В частности, партия Яблоко отличилась. Оно провела, так скажем, широко разрекламированный праймерис, когда люди голосовали за выдвижение того или иного кандидата. Там было у них три лидера. По-моему, господин Кац, господин Якубович и господин Митрохин. И вот основная борьба развернулась между Митрохиным, политическим тяжеловесом, и господином Яковым Якубовичем. И победил господин Якубович. Ура! Народ торжествовал! Наконец-то мы выдвинули нового человека, который, видимо, откроет новую страницу демократического развития России под руководством партии Яблоко. Но не случилось, господа, не случилось. Умный человек Яков решил, что не стоит ему бодаться все-таки с Митрохиным, переходить ему дорогу. И объективно взвесив свои возможности, он снял свою кандидатуру. И я так понимаю, он отказался в пользу Митрохина. Ну, потому что он как бы следующий по кандидатам. Но здесь, возможно, конечно, активисты партии Яблоко решают, что им нужно привезти еще один праймерис. Но мне кажется, что это уже как бы история будет повторяться дважды, уже теперь как цирк окончательный. Я, честно говоря, не понимаю, зачем нужно вообще было участвовать в праймерис господину Якубовичу, если он так практически в этот же день после победы снял свою кандидатуру. Но, правда, у него было обоснование своих действий. Он сказал, что в законе Москвы о выборах существует муниципальный барьер. И в свое время Навальный на прошлых выборах преодолел этот барьер, благодаря тому, что лично Сергей Семенович Собянин обратился к муниципальным депутатам с просьбой поддержать Навального. Ну, видимо, был уверен в своих силах. Ну, в общем-то, и оказался прав. Сейчас господин Якубович решил, что он не будет идти таким же путем, не будет обращаться к мэру Собянину с просьбой оказать ему поддержку в прохождении муниципального фильтра, и решил, что он снимет свою кандидатуру. Во всяком случае, это официальное обоснование его поступка. Но вообще конкуренция будет на выборах мэра? Вы знаете, здесь нужно посмотреть, потому что кроме партии Яблоко есть второй сильный игрок, это КПРФ. И там есть, многие говорили, достаточно давно уже говорили о том, что там есть кандидат, который теоретически может составить борьбу, составить конкуренцию Собянину, это Елена Шувалова. Но по моим, так скажем, сведениям, которые, может быть, не совсем достоверные, но, так скажем, слухи, 7 июня будет партийная конференция Московской городской организации КПРФ, и я так думаю, что там будет выдвинут другой кандидат, не Елена Шувалова, а более слабый. И вот мы посмотрим, реально ли партия КПРФ составляет оппозиционную силу власти, как она это заявляет на каждом углу, что она реально отстаивает интересы людей, интересы народа, или это всего лишь бутафория и всего лишь декорация к истинным их мотивам, к истинным целям и задачам, которые преследует КПРФ, любым путем удержаться на той ступеньке властных полномочий, которые у них сейчас есть, и они даже не помышляют о том, чтобы взять власть в свои руки, как в свое время взял Владимир Членин. Но мы и ждем, на самом деле, объявления всех кандидатов. 7 июня будет известен кандидат от КПРФ. Я знаю, что у нас в ЛДПР тоже готовятся и размышляют о надлежащей кандидатуре, чтобы выступить действительно серьезным кандидатом, который хотя бы попытается составить конкуренцию Сергею Семеновичу Собянину. Потому что, вы знаете, как, но все-таки не все благополучно в королевстве Собянина. Не все благополучно. Ну вот интересно, да, об этом поговорить. Очень много проектов и по благоустройству. Вы знаете, люди совершенно... Есть разные оценки, разные оценки у населения города Москвы. Многие очень чертыхались и плевались, когда он делал вот это вот... Обустраивал центр города, застраивал его плиткой, укладывал. Сейчас многие говорят, хорошо, красиво стало, город поменял свое лицо. Действительно, налицо улучшение. Действительно, стало интереснее ходить по центру. Но, понимаете, любая идея, если ее довести до абсурда, она просто хоронит саму себя. И главные принципы в деятельности любой деятельности, как юридической, так и политической, так и хозяйственной деятельности, есть принцип обоснованности того или иного действия и разумности того или иного действия. Вот я недавно посещал экспоцентр вот на Красной Пресне. Я живу в Москве всю жизнь. Никогда не было проблем с парковкой на Пресненской набережной. Никогда. Ни в какое время. Ни в Советское, ни в постсоветское. Там широкая набережная. Там широкие тротуары были. Там всегда было можно встать на набережной и дойти, куда тебе нужно бесплатно. Ну и плюс мы понимаем, экспоцентр – это все-таки большой комплекс. Туда приезжает множество людей. Конечно, каждую неделю выставки, да. Так нет, ну там сейчас Афимол построен с огромной проходимостью. И Москва. Там Сити, да, с этими башнями, там Федерация, город, столица и прочее. Там огромное количество посетителей. Не только тех людей, которые там работают и могут себе купить эти подземные места, которые стоят дорого, а просто посетителей. Что получается? Что получается? Сделали огромные тротуары, их увеличили на невменяемую просто ширину, по которым никто не ходит. То есть там в принципе нет пешеходного движения. Потому что там нет ни метрополитен, там люди ездят на автомобилях. Все. Но метро прям конкретно идет в Афимол или... Ну да, в Афимоле, да. Но самой набережной, там некуда ходить. Понимаете, некуда ходить. Во-первых, сложно даже перейти дорогу. Это я согласна. И зачем там устраивать, вешать знаки «остановка, стоянка запрещена», чтобы всех загнать в эту подземную парковку Афимола, где час стоит 200 рублей, извините меня. Это какое социальное отношение к москвичам и гостям столицы? О каком социальном государстве мы говорим? И это делает человек Сергей Семенович Собянин, который назначил уважаемого господина Лексутова, который руководит всеми этими проектами транспортными в Москве. И которые, если я не ошибаюсь, оба являются активистами «Единой России». Мы что должны? Задавать этот вопрос президенту, чтобы он решил и указал на недостатки. Вот что, Собянин сам не знает, что он перегибает палку. А когда, извините меня, сейчас московское правительство подталкивает ТСЖ к тому, чтобы в каждом дворе установить шлагбаум. Ну вот представьте себе, да, хорошо. Обязательно, да? Нет, пока по желанию, но они деньги дают. Они выдают, по-моему, 50 тысяч рублей на установку этого шлагбаума. Ну кто-то безусловно ответственный за это. Да, и естественно, что есть административный ресурс, и те же самые управляющие компании, которые сидят, они подчиняются, они как бы зависят и от префектуры, и от управы. И получив, как бы, скажем, негласное указание, естественно, они будут двигаться в нужном, в указанном им направлении. А если они не будут двигаться, то у них отнимут лицензию. Скажем, что они ненадлежащим образом выполняют свои управляющие функции. Так что получается, уважаемые друзья? Вот представьте себе, вы хорошо сделали себе места в доме. Вы видели застройку в Москве, даже новую застройку, даже в новой Москве. Там дом на доме, и там выехать невозможно. Подземных парковок нет вообще. Парковки перед домом не предусмотрены, то есть там очень мало места. 10 максимум бывает. И что дальше? Представьте себе, ну сейчас все паркуются. Вот как только вы поставите шлагбаумы, товарищ Люксутов со товарищами поставит знаки, стоянка и остановка запрещена на всех прилегающих дорогах. Там остановиться будет нельзя. Просто будет нельзя остановиться. Либо, опять же, за большую плату для некоторых, которые могут себе это позволить. А платные парковки уже выходят за пределы третьего транспорта? Да, они уже до МКАДа. Вы знаете, я живу на юго-запад, у нас платная парковка, но и го-западные практически у МКАДа. Да пока цены приемлемые, но тем не менее мы же не знаем, что... Вы понимаете, ну когда, например, у нас там РАНХИКС, когда у нас там куча институтов, педагогические институты, ну МГИМО подальше находятся, но тем не менее приезжают студенты на своих автомобилях, они не могут за целый день платить 40 рублей даже в час. Конечно, в больницах делают платные парковки и эвакуируют транспортные средства. Да, да. Подвозишь больного человека, больного родственника, больного родителя. Буквально две минуты и увозят. И тебя, да, и тебя увозят. Это тоже очень важная такая проблема, которая волнует граждан. Так вы понимаете, вот в этом-то и заключается вся суть моего вопроса к Сергею Семеновичу Собянину, что не перегибаете ли вы палку? Не доводите ли вы хорошую, здравую идею до абсурда? Да, честь вам и хвала, что вы облагородили центр. Но зачем нужны эти широченные, уложенные плиткой тротуары в тех местах, где люди в принципе не ходят? Зачем нужны выделенные полосы для транспорта, где общественный транспорт в принципе не ездит, например, на улице Косыгина? А там есть выделенная полоса. Зачем она там нужна? Для кого? Для одного троллейбуса в час? Ну то есть вы говорите о некой такой рациональной идее, о том, что нужно подходить взвешно. И вот люди, которые будут у нас от партии ЛДПР кандидатов в противовес партии власти, партии Единая Россия выставлять свою кандидатуру, они должны опять же указать на недостатки, но не просто указать, они должны показать пути реализации правильной. И я надеюсь, у нас, друзья, это получится. Мы подготовим надежного кандидата, который будет отстаивать интересы москвичей. Он должен быть москвичом, Ольга. Москвой должен управлять человек, который родился в Москве, учился в Москве, женился в Москве и работает в Москве. Который знает этот город. Хорошо, на 100%. Да, Сергей, спасибо за такое эмоциональное выступление. Как всегда, очень ярко. В эфире была программа «Молния». Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...